Здравствуйте! Сегодня готовим известный немецкий суп под названием пихельштайнер. Он входит в топ самых лучших супов мира. И, конечно, я просто обязана была и приготовить его, и показать его вам. И приготовление этого блюда мы начинаем, конечно же, с мяса. Нам понадобится три вида мяса. Это мякоть говядины, свинины и курицы. Каждого куска нам нужно будет где-то грамм по 400-по полкило. Супа у меня получится очень много. Итак, берем говядину и будем резать все мясо кубиками. Вообще, этот суп, он с такой большой историей. Это, оказывается, был любимым супом канцлера Бисмарка. Попробовав его один раз на каком-то там известном баварском курорте, он потом говорил, чтобы такой супчик готовили ему постоянно. И что самое изумительное, ну, лично для меня, что есть в Германии праздник этого супа в немецком городе, праздник Пихельштайнера, справляются уже больше 130 лет. Причем там чуть ли, ну, как по-нашему, парады, маскарады. Люди ходят наряженные по улицам. В общем, удивительно. Конечно же, очень интересно, что это за такой великий супчик и какой он на вкус. Но то, что он точно мясной, это уже видно сразу. Итак, говядину, когда нарезали, опускаем на дно кастрюля. Кастрюлю я взяла, видно, да, совсем немаленькую. Говядину выкладываю первой, потому что она готовится дольше, чем другое мясо. И теперь принимаемся за свининку. Режем ее такими же кубиками. Укладываем свинину поверх говядины. И курочку тоже порежем кубиками. Складываем курицу в кастрюлю. А сейчас займемся овощами для нашего супа. Нам понадобится 6 морковок. Режем их кружочками. Не сильно тоненькими, нормальным слоем такие кружочки. Где-то миллиметра 4 у меня получается. Еще понадобится 4 луковицы. Измельчаем их, но не сильно мелко. Обычные, нормальные кубики. Затем возьмем сельдерея. Сельдерея надо будет 400 грамм. То есть это, ну, когда он продается в кормях, это два таких средних кормя сельдерея. Порежем его на кубики. И еще возьмем лук-шалот. Если он у вас большой, то возьмите один. Если средненький или маленький, возьмите два. Режем колечками. И картофель. Полтора килограмма берем очищенного картофеля. И тоже режем кубиками. Не сильно маленькими. Ну, а теперь мы начинаем собирать наш супчик. На мясо кладем штук 4 лавровых листочка. И посыпаем их специями. У меня смесь базилик, тимьян, розмарин. Пусть они с мяском дают свой аромат. Конечно же, все это дело посыпем черным молотым перцем. Ой, уже очень вкусно. Сверху мяса кладем слой лука. На лук высыпаем картошечку. На картошку кладем морковку. Поверх моркови выкладываем сельдерей. И вы видите, что моя кастрюля уже полным-полна. Но у меня есть надежда на то, что когда овощи начнут вариться, они будут уменьшаться в объеме. И сверху выкладываем лук-шалот. Предлагаю еще сверху поперчить. Посолим. Кастрюля большая, поэтому практически столовая ложка соли. И 2 чайных ложки паприки сверху. А теперь все это зальем водичкой. Вот водичка у меня уже виднеется. Супа получается просто огромное количество. Накрываем крышечку, ставим на огонь, доводим до кипения. И убавляем на минимум. И варим вот так на минимуме полтора часа. Ни в коем случае ничего не перемешивая. Не нужно нарушать слои. Единственное, если овощи усядут, можно будет долить немножко водички. Все, ставим на огонь. Через полтора часа суп сварился. Буйство вкуса стоит. Еще добавим вкуса и цвета зелени. Петрушечку. Ну и что, предлагаю пробовать. Ой, какой густой суп. Мясо нежнейшее. А какой ароматный бульон. Насколько ароматный бульон. А сельдерей, я бы сказала, здесь играет одну из ведущих ролей. Он так классно. Вообще, отдал все, что мог в этот суп. Замечательно. И вкусно, и сытно, и густо, и много, и полезно. Овощи и мясо. Я теперь понимаю, почему Бисмарк так полюбил этот супчик. Мне он тоже очень-очень нравится. Если он понравился и вам, ставим пальчики вверх. Подписываемся на канал. Кушаем вот так вот вкусно, полезно и много. И всем пока!